Общежитие промышленно-экономического колледжа на улице Куконковых продолжает разрушаться. В шестом часу утра обрушилась стена левого крыла здания. Напомним, что 4 апреля обрушилась только часть внешней кирпичной кладки. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ивановской области, а также службы жизнеобеспечения. По прибытии на место происшествия установлено, что произошло частичное обрушение наружной кирпичной кладки угла стены здания. Поэтажная площадь обрушения составила 25 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате обрушения нет. Уже после первого тревожного события 128 студентов, проживавших здесь, были расселены по другим общежитиям города. Немногим позже было принято решение и вовсе прекратить эксплуатацию здания. Раньше оно было федеральным и финансировалось за счет средств Министерства образования, но в прошлом году было передано субъекту. Хозяйство приняли тяжелое, надо сказать, не только по этому учебному заведению. Оно как бы не управлялось эффективно долго. Поэтому первое, что мы делали, это провели большое обследование всех учреждений, выявили эти недостатки, они выявлены были как раз перед началом зимы, о том, что здесь есть проблемы. И деньги были выделены, они сейчас есть для того, чтобы начать ремонтную работу, как только сойдет снег. Счастливая случайность, что никто не пострадал в результате обрушения стены. Опасная территория теперь отцеплена, но будет установлено специальное ограждение, чтобы к аварийному зданию не подходили люди. Хозяевам магазинов, которые находятся здесь, было рекомендовано покинуть помещение. Сейчас причина обрушения выясняется. Предварительная версия такова. Была зона туалетов и душевых комнат. Естественно, это постоянное промокание стен здания. В итоге, что повело за собой разрушение стенок здания. Дальнейшую судьбу здания решат специалисты. Все общежитие, а не только аварийная его часть, обследует специальная комиссия. Затем будет принято решение, имеет ли смысл восстанавливать здание. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново. Продолжение следует...